Здравствуйте, меня зовут Лешоу Евгений и это очередной видеоролик посвященный System Center Configuration Manager Current Branch. В этом видеоролике я расскажу о том, как работать с приложениями. Некоторый обзор, что такое приложение, какие есть возможности, в чем отличие приложения от пакета, как пользователь может устанавливать приложение через Application Catalog, либо же через Software Center, ну и вообще весь цикл работы с приложением, начиная от его создания и заканчивая траблшутингом. Итак, возможности. Первая возможность это User Device Affinity Support, то есть если вы создаете приложение, вы можете его устанавливать только на то устройство, которое связано с пользователем, которое является главным у пользователя. Как вы знаете, у пользователя может быть несколько устройств, говоря про Configuration Manager и пользователя. То есть у него может быть рабочая станция, у него может быть ноутбук, у него может быть несколько мобильных телефонов, планшет, какая-то удаленная RDP-сессия и так далее. То есть вы можете устанавливать приложение только на то устройство, которое у него является Primary. Требования. Вы можете указать одно либо более требований, которые должны выполняться перед установкой этого приложения. Например, на компьютере должно быть какое-то количество оперативной памяти, либо же частота процессора должна быть там выше или ниже указанной. На компьютере должно быть там столько-то дисков и так далее. Либо он должен находиться в каком-то организационном подразделении. То есть все эти требования вы можете добавить. И компьютер будет проверять перед установкой приложения, соответствует ли он этим требованиям. Если же нет, то тогда установка, собственно, просто не будет начинаться. В зависимости. Если приложение требует за собой потянуть какие-то еще приложения, то тогда вы их можете добавить как dependencies в ваше приложение и перед установкой главного приложения, которое вы создаете, будут установлены другие приложения. Возможно, там нужен вам будет какой-то там Silverlight, либо же там .NET Framework, либо еще что-то. То есть что-то, что обязательно нужно для того, чтобы основное приложение корректно функционировало на компьютере. Аппликейшн-каталог и Software Center — это те, скажем так, два портала, которые может пользоваться ваш конечный пользователь и через которые он может устанавливать приложение. Метод обнаружения. Еще одна фича приложений. Вы можете проверять, установлено ли приложение на компьютере по ряду параметров. Я более подробно расскажу об этом чуть позже. Если оно уже установлено, то тогда оно не будет переустанавливаться на компьютер. У вас есть мониторинг. Вы можете определять, где какие приложения отработали, то есть где они были запущены, успешно выполнены, где они там не были, не соответствовали каким-то требованиям, где компьютер еще не получил политику, он не знает, что ему нужно устанавливать приложение и так далее. Депломент types. Об этом я расскажу чуть позже. Опять же, внутри одного приложения вы можете создавать несколько, скажем так, сценариев для различных типов устройств, для различных операционных систем и так далее. Но это все будет у вас в одном приложении, то есть вам не нужно будет создавать несколько приложений, например, для операционной системы x86 и операционной системы x64. И кроме этого, у вас еще есть возможность запретить установку приложения пользователю до того момента, пока он явно вам не отправит запрос на установку, и вы не одобрите этот запрос. То есть до того момента, пока вы не кликнули там approve, он не сможет установить это приложение. Итак, может возникнуть логический вопрос, а зачем вообще нужны приложения, если есть пакеты? По большому-то счету и то, и то является пакетом, и внутри там приложения вы создаете deployment type, внутри пакета вы создаете программу. То есть это, грубо говоря, какие-то файлы и какие-то инструкции для этих файлов, как установить это приложение. Приложение имеется в виду какое-то программное обеспечение. В чем плюс приложения? Я описал только что выше, рассказал обо всех возможностях. Кратко, этих всех возможностей нет у пакета. Есть какие-то там возможности в виде запуска программы, там перед установкой другой программы, перед ее запуском, но вы там можете играться с двумя программами, не более того. Если же вам нужно посмотреть там историю ревизии, что вы меняли в пакете, у вас этой возможности тоже нет. У вас есть возможность, правда, запустить там программу только на каком-то определенном компьютере, на котором вот такая-то операционная система. Но не более того. То есть вы не можете сказать, что вы хотите запустить пакет на компьютере, который там входит в такое-то организационное подразделение, и у него вот актовая частота процессора вот такая-то. То есть в приложении все это есть. По большому-то счету, еще раз повторюсь, принцип схож. У вас есть какая-то программа, какое-то программное распечение, вам нужно его установить на компьютер. У вас есть возможность это сделать через пакеты, и у вас есть возможность сделать это через приложение. Если вы делаете это с нуля, то, конечно, логично это делать сразу с приложения. То есть создавать приложение, описывать там все эти параметры, все эти требования, и у вас всего этого не будет в пакете. Но если вы вынуждены, например, были мигрировать там кучу пакетов с C7-2007, а там это была основная единица, скажем так, там не было приложений, то тогда, возможно, вы и продолжите работать с пакетами. Проще говоря, один раз распробовать вкус приложения, что это такое, как это работает, и понять все его прелести, возможно, будет достаточно для того, чтобы потом просто перейти от пакетов к приложениям, и пакеты использовать только тогда, когда они объективно нужны. Я говорил об этом в своем видеоуроке про пакеты, когда вам нужно, например, доставить какие-то скрипты на компьютер и их запустить там в процессе установки процесс системы, либо же вам там нужны файлы USMT и так далее. То есть в том или ином виде пакеты все равно в Configuration Manager используются. Но если говорить про установку программного обеспечения, то логичнее работать с приложениями, потому что у вас намного-много больше функций есть. И вы можете делать более гибкий, скажем так, установщик. Говоря про зависимости, понятное дело, вам нужна Management Point и Distribution Point, это вполне очевидно. У вас должны быть определены уже какие-то настройки, которые относятся только к установке приложений, такие как там Computer Agent, Computer Start и так далее. Было бы неплохо иметь Reporting Services Point для того, чтобы смотреть отчеты, как у вас приложение устанавливается на каких-то ваших компьютерах. Если мы говорим про установку приложения на пользователя, то тогда у вас должны быть включены определенные методы обнаружения. Я говорю про поиск групп и пользователей в Active Directory. Как пользователь может устанавливать приложение? Если мы говорим про то, что это будет Available, то есть тип Available, а не Required, пользователь может устанавливать через Application Catalog, либо же через Software Center. Прежде в Configuration Manager 2012 пользователя, конечно, был только Application Catalog. Это такой некоторый, я покажу позже, некоторого вида веб-портал, через который он мог устанавливать, либо же запрашивать приложения, если они требовали одобрения администратора. Говоря про Software Center, пользователь ранее не мог устанавливать через Software Center приложения, потому что в Software Center были отображены только те приложения, которые были назначены на компьютер. Сейчас же в Configuration Manager Current Branch пользователь может через Software Center, через новый, запрашивать приложения, устанавливать их, которые однозначены на коллекцию с пользователями, в которую он входит. И он намного, я так считаю, лучше выглядит, имеет больше функций, и, наверное, стоит использовать только новый Software Center, а про Application Catalog забыть. Имеется в виду забыть для, конечно, пользователя. Вам, как администратору, все равно нужно будет установить Application Catalog. У вас есть две роли. Это Application Catalog Web Service Point, который предоставляет информацию из вашей библиотеки программ. И есть Application Catalog Website Point. Это та роль, которая, собственно, является некоторым видом веб-интерфейса для конечного пользователя. Но конечный пользователь это все равно не должен запускать, не должен с Application Catalog работать. Но для того, чтобы, еще раз повторюсь, работать в Software Center, для того, чтобы там видеть программы, которые установлены на пользователя и назначены на пользователя, все равно вам нужен Application Catalog. Как его установить? Я сейчас покажу. Здесь перечислены роли, которые требуются, роли и фичи, которые требуются для работы Application Catalog. Я все эти роли по умолчанию устанавливаю, когда я делаю чистую инсталляцию Configuration Manager моего Primary Site Server. Поэтому я не буду показывать, как это все добавлять, потому что оно уже установлено по умолчанию. Кто-то мне видел, может посмотреть видеорок по установке System Center Configuration Manager Current Branch Primary сайта. Если у вас вдруг какие-то компоненты не установлены, вы можете поставить видеорок на паузу и посмотреть, каких компонент не хватает для работы с Application Catalog. В качестве сервера для демонстрации я возьму свой сервер, на котором установлен Configuration Manager Technical Preview. По большому счету это не имеет никакого значения, сравнивая Technical Preview и Current Branch. Нет никаких различий в установке Application Catalog. Итак, в мастере мне нужно выбрать две мои роли. Application Catalog Web Service Point, Application Catalog Web Site Point. Мастер очень простой. Я по умолчанию обычно оставляю и имя веб-сайта, и application name, так как они есть. Также я не меняю порт. Это 80-й HTTP. То же самое для Application Catalog Web Site Point. И минимальной кастомизацией вы можете задать имя вашему Application Catalog, которое будет видеть конечный пользователь, и вы можете выбрать цветовую схему. Ну, на этом, собственно, все. Очень простой мастер. И сейчас я переключусь на свой Primary Server, основной Configuration Manager Current Branch, и покажу, какие настройки там нужно сделать. Итак, в первую очередь, это настройки клиента. Я поменял по умолчанию с 7 дней на 1 день. Software Deployment Revelation. Что это вообще такое Revelation for Deployments? Если у вас на компьютер назначена установка какого-то приложения, принудительно компьютер установил, а пользователь удалил потом это приложение, то по этому расписанию компьютер будет проверять, установлено ли то приложение, которое было в состоянии у вас Required, которое было принудительно назначено. Если оно принудительно все еще назначено, и оно удалено, то оно будет переустановлено. То есть оно будет установлено заново, потом пользователь его удаляет, оно снова устанавливается заново, ну и так далее. Почему я говорю про этот настройок? Потому что я ее поменял по умолчанию в Default Client Settings, это 7 дней, я поменял на 1 день. Кроме этого, можно посмотреть еще в Computer Agent ряд настроек, например, такие как Default Application Catalog Website Point, то есть вы указываете, когда пользователь открывает из Software Center, я покажу через несколько секунд, что такое Application Catalog, когда он открывает эту ссылку с Software Center, то он сразу попадает на тот Application Catalog, который вы указали по клику, собственно, можете указать, к какому Application Catalog он будет обращаться. Далее, добавляем Application Catalog в доверенный сайт-зон интернет-эксплорера. Application Catalog написан на Silverlight, и мы тоже выбираем опцию Yes, to run the Evaluated Trust Mode, name displayed в Software Center, то есть у меня просто, как обычно, я пишу, это фирма. Использовать новый Software Center или нет, если у вас параметра нет, то будет использоваться тот Software Center, который был в 2019 R2. Если же вы хотите использовать новый, через который пользователь может устанавливать приложение, назначенное на пользователя, нужно выбрать Yes, и тогда по умолчанию, когда он из пуска, там, Configuration Manager открывает Software Center, он будет видеть новый Software Center, который был сделан для System Center Configuration Manager Current Branch. Ну, наверное, это и все-таки основные настройки, которые я меняю. И теперь давайте посмотрим, как это выглядит на клиенте. Итак, у пользователя в пуске есть Microsoft System Center, и в нем есть наш Software Center. Выглядит он вот так. Если зайти в Installation Status, есть здесь ссылка на Application Catalog, и кликнув на Application Catalog, вы попадете, собственно, на веб-портал, который вы установили. Его адрес — это адрес Application Catalog плюс CM, то есть Configuration Manager, Application Catalog. Это, собственно, полный адрес к вашему каталогу приложений, если говорить про веб-приложения. У нас здесь представлены категории, которые вы можете создавать, когда вы создаете приложение. Вы можете отсортировать по производителю этого приложения, кому как удобнее. Далее здесь у нас представлено имя, версия, производитель, категория, и требуется ли разрешение администратора для того, чтобы конечный пользователь мог установить это приложение. Ну и кнопка Install. Если у нас есть какие-то запросы на установку приложения какого-то, у нас здесь будет переписка с нашим администратором. Вы запросили приложение, объяснили, почему вам нужно это приложение. Он его одобрил, сказал, что хорошо, я разрешаю установку этого приложения, и у вас здесь будет информация о том, что такое-то приложение вы теперь можете устанавливать. И в My Devices есть возможность выбрать это устройство как ваше главное устройство. То есть вы говорите, что я регулярно использую это устройство для моей работы, но в данном случае эта настройка контролируется IT-департаментом, то есть по большому счету мной. Это то, как, скажем так, как выглядел Application Catalog в 2012 R2. Сейчас нет смысла его использовать, потому что в Software Center, который мне кажется более удобным, есть возможность устанавливать приложение, как я уже неоднократно говорил, которое назначено на коллекцию с пользователем, а не только на коллекцию с компьютером. У вас есть два вида. Это List View и Tile View, где вы видите иконки большого размера. У вас есть фильтр, где, опять же, вы можете отсортировать по категориям. И у вас есть сортировка по имени, по времени, какие были позже назначены на пользователя, по статусу и так далее. На Required у нас, на вкладке Required нет ничего, потому что на этот компьютер принудительно еще ничего не назначалось. То есть наш Software Center показывает, что у нас есть конкретно с приложениями. Также у нас здесь есть апдейты. Суть по большому счету та же самая. Вы можете устанавливать один либо более апдейтов одновременно. Если они назначены на компьютер, вы нажимаете кнопку Install. Если они, опять же, в режиме Available назначены на компьютер операционной системы. Installation Status. Если что-то там устанавливалось, не устанавливалось и так далее. Device Compliance. Если у вас есть политики корпоративные, которые назначены на устройство, и вы хотите проверить, соответствует ли это устройство вашим корпоративным политикам, вы, собственно, это можете делать через Compliance Policy. И у вас здесь есть кнопка Check Compliance. То есть прямо сейчас проверить, соответствует ли ваш компьютер этим политикам. И в Options у нас есть тоже ряд настроек. Часть из них заблокированы политиками, а часть нет. Итак, Work Information. Определены Business Hours. То есть часы, когда пользователь работает за компьютером, дни, настройки по Power Management, Computer Maintenance. Что мне здесь нравится, появилась кнопка Sync Policy, которая позволяет запустить от имени пользователя процесс обновления политики на пользователя и на компьютер одновременно. Кроме этого, у вас есть две опции, как может себя вести Software Center. У вас есть опция автоматически устанавливать, либо же удалять требуемое приложение, которое у вас назначено в виде Required, и перезагружать компьютер только вне бизнес-часов. То есть вы, грубо говоря, запрещаете перезагрузку вашему компьютеру, если вы там работаете на работе и выполняете свои задачи. И у вас есть еще возможность подавлять какие-либо окошки от Software Center, если у вас компьютер находится в Presentation Mode. Также есть настройки по Remote Control, но они, опять же, они не активны, если покликать, потому что Remote Control я настраиваю через Client Settings, и пользователю запрещено менять эти настройки. Это был краткий обзор возможностей со стороны пользователей. Теперь давайте посмотрим, что вообще такое приложение и как его создавать. Итак, приложение. Как я уже сказал, в большинстве случаев приложение, что-то похожее на пакет, по большому счету это просто ваша программа, которую вы хотите установить на компьютер, либо же дать пользователю возможность установить эту программу на компьютер. Приложение, у вас есть файлы и информация, которая относится к этим файлам, такая как имя вашего приложения, какие-то комментарии, кто производитель этого приложения, когда оно было выпущено, информация для Application Catalog, когда оно опубликовано и прочее, прочее. Какие типы приложений вы можете назначать на ваши компьютеры? Если у вас есть в качестве клиента MacOS X, вы можете это делать, то есть вы можете создавать специфические приложения только для MacOS X. Если у вас есть Linux, вы через Applications не можете создавать приложения и назначать их, но вы можете это делать через пакеты и программы. Если у вас есть Windows, вы можете устанавливать MSI-файлы, APPV, новые версии приложений Windows, такие как APPX, либо же набор приложений APPX Bundle. Вы можете создавать приложения через Windows Store. И если это у вас не MSI-приложение, а какое-то другое, например, EXE-файл, то тогда вы выбираете Script Installer. То есть вам нужно описывать информацию всю. Из MSI-файлов вся эта информация берется автоматически в приложении. Если это EXE-файл, тогда вам нужно добавлять все это руками. Если мы говорим про мобильное приложение, вы можете устанавливать мобильное приложение на Windows Phone, на iOS, на Android. Также вы можете делать линки из магазинов приложений, из таких как App Store и Google Play. Если у вас есть Windows 10 под управлением Intune и Configuration Manager, то есть это у вас будет устройство, которое будет управляться через MDM Agent, вы можете, собственно, делать Windows Installer через MDM. Вы тоже можете назначать приложения на эти Windows 10. И также вы можете публиковать Web Applications. И теперь давайте посмотрим в нескольких примерах, как можно создать приложение. Если вы только беретесь за создание приложений, и вы еще не опытные в этом деле, я могу вам порекомендовать такую программу, как RackZack. Это небольшой такой плагин, который написан моим, скажем так, коллегой по цеху. Это приложение сделал Роджер Зандер. Если я правильно, пусть он меня простит, если он будет слушать этот видеоурок. Это мой, скажем так, коллега из Швейцарии. Он создал это приложение, которое может подключаться в интернет. Это небольшой плагин, он весит там около, по-моему, одного мегабайта. Вот. Вы его устанавливаете, у вас появляется кнопочка в Configuration Manager. И вы можете просто выбрать какие-то приложения из, скажем так, его магазина приложений. Вы нажимаете кнопку Download and Create CM Application. И у вас здесь просто будет появляться приложение. Для чего вам это понадобится? Возможно, я бы рекомендовал это всем тем, кто только начинает строить свою лабу с Configuration Manager, и начинает разбираться вообще, что такое приложение, как они устанавливаются и так далее. То есть вы можете просто, скажем так, набить руку, создать автоматически эти приложения, и потом посмотреть внутри, как это все работает, если вы там, например, боитесь там сами создавать новые приложения, или вы там еще не особо умеете их создавать. Во второй очередь, я могу порекомендовать это приложение тем ребятам, которые готовят лабу заказчику, если они работают инженерами в системном интеграторе, и нужно показать, что умеет вообще Configuration Manager, для того, чтобы не тратить там полдня, или там несколько, возможно, даже дней, и чтобы набить там в Software Center пачку приложений, показать заказчику, как это все может быть красиво, там с иконками, что может делать пользователь, то, как я показал буквально несколько минут назад, вы тоже можете это использовать. Либо же, если вы делаете тестовую установку у себя в компании Configuration Manager, вам нужно показать руководству, как это работает, то есть вы, опять же, можете воспользоваться этим приложением, называется оно Rackzack, Import for Configuration Manager, и если у вас Configuration Manager находится в интернете, то есть может вытаскивать из интернета какую-то информацию, вы можете создать эти все приложения, что, собственно, я сам тоже сделал. Если же у вас какая-то крупная компания, понятное дело, что приложения в базовом виде вам не подойдут, которые там, грубо говоря, будут устанавливаться в режиме Next, Next, Finish, по умолчанию, потому что в крупных компаниях обычно есть отдел ребят, которые сидят и пакетируют приложения, создают какие-то там ключи реестра, там переконфигурируют, что-то там добавляют, какие-то скрипты, там DLL, серийные ключи специфические и прочее, прочее. То есть в таком случае вам нужно будет это делать вручную, и я сейчас покажу, как это делать. Итак, в качестве примера я возьму свой Configuration Manager, у меня есть 7-zip, есть MSI-файл, это самый простой пример, потому что из MSI-файла Configuration Manager в принципе всю сразу информацию вычитает. Мы нажимаем кнопку Next, он говорит, вы действительно хотите импортировать MSI-файлы? Я говорю, да. Мы получаем информацию из MSI-файла, и, собственно, вот есть сразу уже все информации, которые вам не нужно добавлять вручную. У вас уже заполнены там какие-то поля, как минимум это имя приложения, и Installation Program, то есть программа, которая будет запускать инсталляцию. То есть это ваша командная строка, которая, собственно, важна. Нажимаете Next, ну и приложение готово. И мы видим финальный визор создания нашего приложения. Нажимаем кнопку Close. И вот мы видим наше приложение, это 7-zip версии 9.20. У нас есть три колонки, Deployment Types, Deployments и Status. То есть у нас приложение активное, у нас создался один Deployment Type, автоматически из нашего MSI-файла, и количество Deployments у нас ноль. То есть у нас есть приложение, у нас есть информация, как его устанавливать. Нам нужно распространить это приложение на Distribution Point, и потом создать Deployments, то есть и назначить это приложение на какую-то коллекцию с пользователями, либо же с компьютерами. С приложениями MSI все очень легко и просто, информация тут обучитывается, но что делать, если у нас не MSI-файл, если у нас другой тип файла. То есть в выпадающем меню мы здесь видим, какие файлы мы можем устанавливать. Как я уже говорил, это там MSI-файлы для наших MDM-устройств, которые работают через MDM-агент. Это просто MSI-файлы, APPX-файлы, файлы виртуальных приложений и так далее. Но если у нас EXE-файл, как в моем случае я хочу установить Office 2016, это будет EXE-файл. Для Deployment Type я выбираю Script Installer. И, как вы видите, мне нужно вручную указать, как будет работать это приложение. Про типы приложений я рассказал, какие они бывают. Сейчас поговорим про Deployment Types. Что это такое и зачем это нужно. Итак, Deployment Type. Что он в себе содержит? Он в себе содержит информацию о вашем приложении, как ему нужно устанавливаться. То есть это имя, это где лежат файлы для установки, это командная строка для установки, либо же удаления этого приложения. Это методы обнаружения, как компьютер будет искать, установлено это приложение, либо же нет. Какие-то требования для этого приложения, зависимости и так далее. Обо всем об этом я покажу в своей большой демонстрации. У нас может быть несколько видов Deployment Types. На primary устройство, на мобильное устройство, для различных архитектур, либо же для других различных сценариев. Если у вас это VDI, либо же если это удаленная консоль, с которой вы работаете, RDS и так далее. И стоит, собственно, вспомнить, как это было раньше. Почему мы вообще говорим о том, что у нас есть более одного Deployment Type, и что вообще такое Deployment Type. Если говорить про Configuration Manager 2007, то основной единицей, на которой что-то устанавливалось, основным объектом, с которым работал, основным объектом, с которым работал Configuration Manager, это был компьютер. То есть было устройство пользователя. Сейчас же основным объектом является пользователь. Почему? Потому что сейчас в нашем мире у пользователя на работе, ну, скорее всего, более одного устройства. То есть это может быть удаленная сессия, он работает с каким-то терминальным сервером, это может быть его рабочая станция, это может быть его лэптоп, это может быть его мобильное устройство какое-то, может быть даже и не одно, там iOS, iPhone, там, я не знаю, iPad, либо же там планшет на Android. И мы говорим про то, что у нас есть одно приложение, мы его будем назначать на пользователя, а уже в зависимости от того, с чем работает пользователь, мы будем создавать различные Deployment Type. В чем, собственно, плюс? То есть если раньше вам в Configuration Manager при работе с пакетами нужно было создавать много разных пакетов для различных сценариев, то сейчас вы создаете только одно приложение, например, Skype или там Microsoft Office. И в зависимости от того, с чем работает пользователь, такой Deployment Type и отрабатывает для установки. То есть если это у него планшет с Android, то тогда Skype для Android устанавливается. Если это компьютер, устанавливается полноценный Skype для компьютера. Если это мобильное устройство для iOS, тогда устанавливается Skype для iOS и так далее. Но все равно это внутри Configuration Manager только одно приложение, и вам не нужно плодить пачку этих приложений для различных устройств. То есть вы создаете, еще раз повторюсь, одно приложение, и внутри этого приложения описываете через Deployment Types различные сценарии, как это приложение будет устанавливаться на различных операционных системах, в том числе, например, если у вас просто компьютер у всех пользователей, где-то x86, где-то x64, вы тогда создаете два Deployment Types из .exe файла, из того же, например, Skype.exe, либо там Office.exe формируете. Два Deployment Types. Один вы указываете для x86, другой для x64. Но это будет скрыто за одним приложением. Далее методы обнаружения. Что представляет под собой метод обнаружения? То есть это процедура, которая проверяет, установлено ли это приложение на компьютер, либо же нет. И это происходит перед тем, как компьютер запрашивает контент. Возможно, вы назначаете установку этого приложения на те компьютеры, где оно уже существует. Соответственно, нет никакого смысла переустанавливать корректно работающее приложение, которое себя там правильно зарегистрировало в реестре. Там есть сопутствующие папки, какие-то файлы там, DLL. То есть у вас все в порядке с файловой системой и так далее. То есть вы компьютер проверяете, прежде чем переустановить это приложение. Если приложение установлено корректно, если ваш Detection Method обнаруживает, что приложение уже есть, тогда оно просто не начинает устанавливаться. То есть не скачивается контент, и ничего не происходит. Global Conditions — это правило, по которым компьютер проверяет, готовлен к установке этого приложения. То есть если нет каких-то записей в реестре, либо же они наоборот есть, если мы запрошим SQL базу и получаем от нее какой-то ответ, либо же мы обращаемся к WMI, либо же к файловой системе, мы можем проверять, если у нас это есть, и это там равно чему-то, соответственно, наш компьютер подходит под эти требования. Если у нас там в WMI, либо там в файловой системе, либо там на диске там чего-то нет, соответственно, мы не можем устанавливать это приложение, потому что наш компьютер под это приложение не подходит. То есть у него там не хватает каких-то параметров. Global conditions могут объединяться в группу, так называемая expression. И вы можете назвать эту группу, например, ваше корпоративное устройство. И вы описываете это корпоративное устройство. То есть ваш компьютер должен находиться в каком-то определенном организационном подразделении. У него там должно быть столько-то места на диске. У него должен быть процессор с такой-то тактовой частотой. У него должно быть столько-то оперативной памяти. У него должна быть определенная операционная система. И если все эти параметры выполняются, тогда на компьютер может устанавливаться это приложение. Эти все параметры вы задаете на deployment type. То есть вы, например, говорите, что если это будет, к примеру, тот же Skype для операционной системы X64, вы открываете ваш deployment type, открываете вкладку requirements и добавляете туда ваши global conditions, которые вы определили. То есть размер жесткого диска, свободное место. Операционная система, какой-то определенной архитектуры, организационное подразделение, процессор, память и так далее. Это все происходит в реальном времени. То есть проверка этих параметров происходит в реальном времени. И это все происходит, как я уже сказал, перед скачиванием контента. То есть если у вас операционная система X86, соответственно вы просто этот Skype для X64 операционной системы не установите. Зависимости. Ваш deployment type может подтягивать еще за собой остальные deployment type, скажем так. Если ваше приложение требует еще каких-то других приложений, вы можете эти приложения описать на вкладке dependencies. То есть у вас работает правило and или or. Вы говорите, что перед установкой вашего этого приложения на компьютере должно быть еще установлено вот это, вот это, вот это или вот это. То есть вы создаете группы приложений для того, чтобы, например, установить там Silverlight либо же .NET Framework. В каких-то случаях какое-то такое тяжелое, полновесное, большое приложение может требовать наличия на компьютере более мелких приложений. И в этом случае для того, чтобы не устанавливать приложение за приложением за приложением, то есть не создавать там несколько deployments на одну коллекцию с компьютерами, не добавлять туда .NET Framework, Silverlight и еще что-то, вы все это просто указываете на вкладке dependencies и перед установкой вашего приложения все зависимые приложения будут установлены в первую очередь. Следующий шаг это supersidence. Supresidence по-русски, по-моему, называется переопределение, ну, я могу быть неточен. Supresidence позволяет вам либо же обновить уже существующее приложение, либо его заменить новой версией. То есть у вас есть два варианта использовать uninstall, либо не использовать uninstall. Если вы хотите обновить на более новую версию то же самое приложение с тем же самым application ID, вам не нужно выбирать функцию uninstall. То есть и на всех компьютерах, где, например, там установлен Acrobat Reader 11.02, будет установлен Acrobat Reader 11.03. Либо же вы хотите поменять полностью приложение и на всех компьютерах, на которых установлен Acrobat Reader 10, поставить Acrobat Reader DC, вы тогда выбираете функцию uninstall, и обнаруженные копии Acrobat Reader будут удалены, и новая версия Acrobat Reader, самая последняя, будет поставлена не поверх, а будет поставлена начисто. То есть в зависимости от ваших условий вы можете использовать Supersedence. Ну и последнее это, собственно, Deployment. То есть Deployment это задача на установку вашего приложения. Вы создаете один Deployment на одну коллекцию. Deployment у вас может быть двух типов. Установка приложения, либо же удаление приложения. Если говорить про установку приложения, у вас может быть два типа установки. Это Required, то есть вне зависимости от того, хочет пользователь это приложение или нет, в какой-то промежуток времени, в какую-то дату, в какое-то точное время, либо по какому-то событию приложение обязательно будет установлено. И второй тип install это Available. То есть когда вы пользователю назначаете установку этого приложения, и пользователь сам выбирает, когда он хочет поставить это приложение. В какое-то время, которое ему удобно, в какую-то дату, либо просто по надобности. Он может работать без этого приложения, но если оно ему понадобилось, он заходит в каталог ваших приложений, либо же через Application Catalog, либо же через Software Center, и просто нажимает на это приложение, нажимает кнопку Install и его устанавливает. Второй тип установки это Uninstall. Для Uninstall у вас должна быть прописана команда вашим deployment type, как удалять это приложение. И может быть у вас Uninstall только вида Required, то есть пользователь не может сам выбрать, когда он хотел бы удалить это приложение. Вы только можете это делать принудительно по расписанию. Если же у вас компьютер входит в две коллекции, на одну коллекцию у вас назначено Uninstall, на вторую коллекцию у вас назначено Install этого приложения, то Install переопределяет Uninstall. И если такая ситуация получается, то приложение будет установлено, вместо того, чтобы приложение это было удалено. Ну и теперь все, что я вам рассказал. Давайте попробуем как-то объединить в одну общую картину и разобраться, что такое вообще Application Evaluation Flow. Итак, у нас есть приложение, которое мы хотим установить на наш компьютер. Мы задали все возможные параметры, то есть воспользовались всеми возможностями нашего приложения и прописали, к примеру, requirements. То есть если у нас компьютер соответствует нашим требованиям, мы устанавливаем приложение. Если на компьютере нет определенных файлов, если нет определенного процессора, там с какой-то тактовой частотой, нет свободного места на диске, нет достаточного количества оперативной памяти и прочее, у нас компьютер не соответствует нашим требованиям и установка приложения не начнется. Не начнут скачиваться файлы, не начнется установка и оно не вылетит у нас с ошибкой. То есть просто ничего не будет, у нас компьютер не прошел по требованиям. Если у нас компьютер проходит по требованиям, следующий шаг, проверка, установлено это приложение или нет. То есть тогда уже срабатывают методы обнаружения нашего приложения. Если приложение у нас установлено, соответственно, у нас ничего не происходит, оно у нас есть на компьютере, нас это устраивает. Если приложение не установлено, переходим к следующей задаче. Проверяем, установлены у нас все зависимости или нет. Если у нас все зависимости не установлены, мы устанавливаем наши зависимости. И переходим к установке приложения. Если зависимости были ранее установлены, мы тогда просто устанавливаем наше приложение. Ну и сейчас большая демонстрация о том, как создавать, редактировать наше приложение. Возвращаемся к нашей установке Office 2016. У нас есть тип Script Installer, потому что у нас setup.exe файл, у нас это не MCI файл, и мы должны вручную добавить всю информацию, она не может быть вычитана из MCI файла, как это у нас получилось с 7zip 9.20. Нажимаем Next, задаем имя. Где у нас лежит контент? Выбрали общую папку. Сохранять этот контент в кэше клиента и разрешать клиентам расшаривать этот контент для остальных клиентов в той же самой подсети. Дальше две важные опции. Как минимум, должна быть одна задана. Это командная строка для установки программы и командная строка для удаления программы, то есть для нашего приложения. Для того, чтобы задать установку программы, мы выбираем наш файл, где он лежит. То есть это будет у нас setup.exe. И я добавляю команду строку с ключом configure и выбираю конфигурационный файл, в котором прописано, какие компоненты Office 2016 мне нужно устанавливать и при каких условиях. Команду строку для удаления я не буду прописывать. Нажимаем Next. Далее методы обнаружения. Проще всего, чтобы не выдумывать, подключиться к тому компьютеру, на который уже установлен Office 2016 и оттуда выбрать какие-то параметры. Либо же там файлы, либо какие-то специфические папки, либо ключи реестра и так далее. То есть я нажимаю добавить условия. Можно подключиться к базе Windows Installer. Можно подключиться к реестру. Можно подключиться к файловой системе. Можно, например, в hklm software Microsoft Office искать ключ 16.0. Это будет говорить о том, что, например, Office 2016 установлен. Можно, к примеру, искать по коду Windows Installer. То есть если у нас есть вот такой вот продукт-код, зарегистрирован в базе MSI, то мы говорим о том, что у нас этот продукт установлен на компьютер и, соответственно, его устанавливать не нужно. У нас есть AND или OR. То есть выбор. Либо мы проверяем и ключ реестра, и MSI-код, либо же одно и другое. Ну, в моем случае будет, наверное, правильнее проверять и то, и другое. Также у нас есть кастомный скрипт. Мы можем выбрать какой-то PowerShell, VBS или JScript для того, чтобы получать от него какие-то данные от этого скрипта, и по результатам выполнения этого скрипта можно было понимать, установлена программа на компьютер или нет. В данном случае у меня простой пример. Для проверки офиса вполне достаточно MSI-кода и ключа реестра. Для кого мы будем устанавливать это приложение? Мы будем устанавливать это приложение для пользователя, для системы. Если у нас назначение на устройство будет установлено для системы, в ином случае будет установка для пользователя. Как это приложение будет себя вести? Как мы будем его видеть? В максимальном окне, в нормальном, в минимальном или в скрытом окне? Можно, в принципе, выбирать в скрытом окне, но если говорить в целом о приложениях, если у вас правильно подобран ключ для тихой установки приложения, то это окно, эта функция, собственно, не особо важна. Ожидаемое время, которое мы можем затратить на установку, по умолчанию 0. Пользователь, собственно, не будет ничего видеть. В данном случае, если мы будем здесь задавать какие-то параметры, тогда пользователь будет видеть, что ожидаемое время установки этого приложения — это вот столько-то. И максимальное разрешенное время на установку этого продукта, по умолчанию, это 2 часа. 120 минут используется для работы, скажем так, в связке вместе с maintenance windows. Если у вас на коллекцию назначено какое-то окно обслуживания, то тогда установщик должен понимать, успеет ли он до окончания окна обслуживания поставить это приложение или нет. Далее requirements. Я пока пропущу. Это наши global conditions, которые я сейчас покажу после завершения этого мастера. И dependencies. Я также пропущу. Нажимаем next. И мы получили наше приложение с одним deployment-тайпом, у которого тип — это скрипт. То есть мы можем добавить другие deployment-тайпы сюда. Опять же, возвращаясь туда же там скрипты, MSI, Android, iOS и так далее. Мы оставляем один deployment-тайп и, собственно, мы создали наше приложение. Далее global conditions. Это проверка наших условий. Если компьютер подходит под какие-то определенные требования, тогда приложение будет установлено. Если не подходит, ну, соответственно, приложение не устанавливается, потому что у нас там нет, например, места на диске, у нас недостаточная скорость процессора, компьютер находится не в том Active Directory сайте, в котором нужен, либо же не в том организационном подразделении, либо у него не то разрешение дисплея и так далее. То есть у нас есть 20 условий по умолчанию, которые мы можем проверять. Я сейчас объясню, почему, собственно, по умолчанию. Потому что в колонке Read Only у нас везде стоит Yes. Это те условия, которые есть уже в Configuration Manager. Вы их не можете менять, если вы остановитесь на какое-то условие. Кнопка Properties неактивна. То есть вы не можете изменить методы проверки этого условия и так далее. То есть у нас есть имя этого условия. Кому относится это условие? Либо же это Windows, либо Mobile, либо Windows Mobile. Тип у нас в основном это устройство. Кроме одного, это проверка устройства для пользователя. Если оно для пользователя является primary устройством, то есть основным тогда мы будем устанавливать приложение. Приложение, если же является там не primary, не будем. Либо же наоборот. В зависимости от того, что вы хотите делать. Тип данных, Read Only и In Use. Используются ли где-то это условия в каких-то ваших приложениях, либо же нет. У меня, например, используются два условия. Это проверка операционной системы и проверка Primary Device. Остальные у меня пока не используются. То есть это то, что у вас есть по умолчанию. У вас есть кнопка Create Global Condition. То есть вы можете создавать какие-то условия, которые вы сами посчитаете нужным. Мы можем проверять. То есть вы можете проверять реестр, файловую систему, мета-базу IOS, Active Directory. Вы можете опрашивать SQL и так далее. Я покажу пару простых примеров, как можно создать свой Global Condition. Мы, например, можем проверять модель компьютера. Для этого мы будем опрашивать WMI. Будем опрашивать класс Win32 Computer System. И будем опрашивать модель. Если посмотреть в WMI, то мы увидим, что у меня, например, компьютер S7 это виртуальная машина. То есть можно задать это условие в качестве вашего Global Condition. И вы будете выбирать, создавать, точнее, устанавливать это приложение только на виртуальные компьютеры, либо, например, только на физические. Я выбираю String, нажимаю ОК. И мы видим, у нас появился 21, то есть наш Global Condition, Computer Model и Type Custom. То есть это кастомная наша проверка. И кнопка Properties активна. Мы можем в любой момент открыть этот Global Condition и поменять какие-то параметры внутри. И еще один простой пример. Будем проверять запущенный, либо уже не запущенный у нас DHCP сервис на компьютере. Будем проверять, опять же, WMI. Будем опрашивать класс Win32Service. State, то есть состояние этого сервиса. А имя у нас DHCP. И, как видите, у нас появился второй наш кастомный Global Condition, то есть наша кастомная проверка условия какого-то. Итак, давайте пройдемся теперь по всем настройкам тех приложений, которые мы создали. Это 7zip 920 и Office 2016. Итак, 7zip у нас, как мы видим, не находится на Distribution Point, поэтому для начала было бы неплохо его добавить на Distribution Point. Я выбираю свой Distribution Point и назначаю туда контент. И пока он туда едет, мы посмотрим настройки все, которые у нас есть внутри нашего приложения. Итак, имя нашего приложения, какие-то комментарии администратора, паблишер, то есть производитель этого приложения. Версия приложения, какие-то опциональные данные, административная категория, если вы хотите, можете создать свою. Время, с которого это приложение опубликовано. И разрешать ли этому приложению быть частью T-Sequence, который не относится к OSD. То есть если вы хотите создать T-Sequence просто, например, для установки каких-то приложений, вам нужно явно активировать эту опцию. Далее. Application Catalog. Как пользователь будет видеть в Application Catalog это приложение? Его локальное имя будет в зависимости от того языка операционной системы, с которой работает пользователь. Это будет 7-Zip 920 для англоязычной операционной системы. Вы можете выбрать какую-то другую операционную систему, нажать кнопку Add, какой-то другой язык, и внутри там, я не знаю, французской, немецкой, либо японской операционной системы вы можете задать локальное имя другое. Пользовательская категория. У меня уже создан ряд категорий. Это у нас будет Compression. Пользовательская документация, ссылки, какое-то описание и иконка. Иконка. Иконку было бы хорошо выбрать ему, этому приложению. Выбрали мы иконку этому приложению. References. Те настройки, которые относятся к переопределению приложений, мы пока еще никакое приложение другим приложением не замещали. У нас здесь нет никакой информации. Distribution Settings. Настройки, которые относятся к Prestige Content и так далее. Deployment Types. У нас есть один Deployment Type, который мы создали из MSI файла для версии X64. Дальше посмотрим. Content Location. Где у нас лежит этот контент? На нашей Distribution Point. Suprecedence. Мы пока еще не работали с другими приложениями и мы не заменяли версию 9.20 более свежей версией. Можно открыть дальше Deployment Type и посмотреть, что у нас есть внутри Deployment Type. Итак, это имя, это технология, то есть это MSI пакет, какие-то административные комментарии, выбор языка, не суть его, важны там даты создания. Content, где у нас лежит контент? Разрешаем ли мы клиентам использовать Distribution Point из дефолтной группы границ? Если у нас клиент обращается к Distribution Point из дефолтной группы границ или из соседней группы границ, мы ему не разрешаем скачивать контент, либо же мы ему разрешаем скачивать контент и запускать это приложение локально. Программа из MSI файла. Мы получили автоматически две программы для установки этого приложения и для удаления этого приложения. У нас есть опция запускать установку и удаление программы как 32-битный процесс на клиентах X64. Дальше. Методы обнаружения. Мы опять же это вытащили все автоматически из MSI файла и здесь мы руками ничего не правили. Как это будет приложение устанавливаться? Оно будет устанавливаться для ресурса, если оно устройство. Если же это там не устройство, мы будем устанавливать для пользователя. Мы будем устанавливать его в любом случае пользователь в системе или не в системе и будем мы видеть это приложение или нет. У нас стоит здесь Normal. Дальше. Про минуты я уже рассказывал. Как будет себя вести приложение? Будем мы перезагружать компьютер или не будем? Мы будем ориентироваться на наши коды возврата, которые у нас здесь указаны. Если у нас обычно там код возврата 0 либо 17.07, мы говорим о том, что у нас приложение успешно установлено. Теперь давайте вернемся к нашим Global Conditions, которые мы создавали на вкладке Requirements. Мы можем задать параметры проверки. Если у нас компьютер соответствует этим условиям, тогда приложение будет установлено. Итак, у нас есть три категории. Это пользователь, то есть primary устройство или нет, device и наше кастомное. Если мы возьмем кастомное, то в Condition мы увидим наши два условия, которые мы создавали. Мы будем проверять value, то есть значение, и оператор, как обычно в Configuration Manager, больше-меньше, равно-не-равно, содержит-не содержит и так далее. И value у нас будет virtual machine, то есть только для виртуальных компьютеров мы будем устанавливать это приложение. Создали одно условие. Можем создать второе условие, опять же, там, говоря про DHSP-сервис. Мы будем проверять, что он у нас запущен. И мы можем набрасывать сколько угодно условий. Можно, например, проверять операционную систему. Можно сказать, что это приложение должно устанавливаться только на операционную систему Windows 10 X64. на одной из и, например, на Windows 8.1. Зависимости. Если мы хотим, чтобы у нас это приложение подтаскивало за собой еще какие-то другие приложения, ну, тогда мы их можем добавить здесь. Я не знаю, если вы хотите, например, там устанавливать Acrobat Reader вместе с 7-Zip, вы считаете, что Acrobat Reader, как бы, это зависимость, и оно должно быть установлено в первую очередь, а потом должен быть установлен 7-Zip. Вы можете это здесь сделать. Я этого делать не буду. Это не имеет никакого смысла. Ну, про эту вкладку я рассказал. Нажимаем ОК. Как мы видим, еще раз повторюсь, у нас одно, один deployment type. Мы можем создать отсюда же второй deployment type. Мы можем выбрать, это будет у нас скрипт, либо это будет MSI файл. Мы заполняем тот же самый мастер, и мы можем создать такое же приложение для x86, либо же там для Android, либо для iOS, либо для каких-то других целей. Ну и давайте для закрепления материала пройдемся по всем настройкам Office 2016, то есть того приложения, которое мы сделали. Мы видим, что у нас один deployment type, у нас никуда не назначено приложение, и у нас нет приложения на Distribution Point. В первую очередь, нужно добавить это приложение на Distribution Point. Я выбираю Distribution Point, нажимаю ОК, Next, и проверяю, что контент начал туда добавляться, как мы видим, в состоянии in progress. Давайте отредактируем наш deployment type, приведем его в порядок, который у нас есть для Office 2016. Сначала посмотрим свойства, возможно, мы что-то не указали. Для Application Catalog, опять же, было бы неплохо найти какой-то значок меняемый. Например, значок WinWord, в references у нас ничего нет. Добавим, наверное, Microsoft для Application Catalog. У нас один deployment type, content location у нас, контент сейчас добавляется на Distribution Point, в supersedence ничего не добавляем, но ставим так. Теперь давайте посмотрим свойства deployment type. Как вы помните, это было приложение для X64. Я помогу себе, собственно, указав, что это deployment type для X64. И в требованиях мы поставим операционную систему X64. Я выбираю Windows 10, 64 бита. Остальные параметры наверное, можно ставить по умолчанию, какие мы их и задавали. Далее нам нужно создать второй deployment type для того, чтобы у нас Office 2016 устанавливаться еще и на X86. Я могу нажать кнопку Create Deployment Type, и мы попадем в тот же мастер, который мы уже до этого видели. Нам здесь нужно будет выбрать Script Installer и пройти все те же параметры. Это не имеет никакого смысла, поскольку у меня уже есть deployment type со всеми готовыми параметрами, и мне нужно поменять только требования для этого deployment type. Поэтому я немного схитрю, и я просто скопирую все настройки в другой deployment type. итак, я получил второй deployment type. Я открываю его свойства. Я меняю ему название и меняю требования. Я хочу, чтобы Office 2016 устанавливался только на Windows 10 32 бита, и все. Все остальные параметры, кроме программы, нам тоже подходят, методы обнаружения и так далее. А здесь я имею просто конфигурационный файл. Это мои source, то есть мои файлы. мы запускаем setup.exe, к которому у меня есть два конфигурационных файла для x64 и x86. Внутри папки Office у нас есть два соответствующих exe-шника. Внутри папки Data у нас есть те файлы, которые нужны для установки и так далее. То есть все, что мне здесь нужно сделать, это указать этот XML файл. Я указываю другую программу для запуска, то есть другую командную строку для тихой установки. Я поменял requirements. На этом все. И сейчас мы имеем то, о чем я говорил, когда мы внутри одного приложения, мы имеем несколько вариантов установки для различных устройств. То есть x86, x64, если мы хотим, мы там можем сделать для других операционных систем, в том числе для мобильных устройств и так далее. Но здесь мы в наших приложениях мы не плодим наши офисы для различных версий, например. То есть у нас есть только один офис, а внутри уже при помощи различных deployment types я конфигурирую под ту среду, под которую мне нужно устанавливать это приложение. Теперь дело осталось за малым. Нам нужно назначить установку этого контента на наших пользователей. Я нажимаю кнопку deploy, я выбираю коллекцию с пользователями, в данном случае это будут all users. Контент у нас находится на distribution point. Actions. Мы устанавливаем этот контент, либо мы удаляем эту программу и у нас propose available, то есть мы предлагаем пользователю установить, либо же required. Мы в любом случае, вне зависимости от того, хочет пользователь или нет, мы будем устанавливать это приложение. Если мы выбираем required, то у нас в расписании есть возможность выбрать SNS possible, то есть как только пользователь обновляет политики, вычитывает из политики, что ему назначена установка этого приложения, оно сразу же установится. Либо оно будет установлено в какое-то время, то есть у нас будет инсталляционный дедлайн, и мы можем это делать по дедлайну. Нет смысла в этой демонстрации, как мне кажется, поскольку это все очень легко и просто. Вы открываете компьютер, и у вас вдруг появляется ярлычок на рабочем столе, то есть нет никакого наглядного примера, поэтому я выберу Available. Мы можем задать Require Administrator Approval, то есть если администратор не дал своего разрешения на установку, мы не сможем установить это приложение, поэтому мы запросим для начала у него разрешение, как я уже сказал, Propose, мы говорим Available. С какого момента у нас это приложение есть, как только, так и сразу. User Experience, мы говорим, что мы будем в User Notifications в нашем Software Center видеть все события, которые связаны с этим приложением, ну и в общем-то здесь, наверное, оставим по умолчанию параметры. А Office 2016 назначим также, только без запроса на установку. Я выбираю всех пользователей, контент на Distribution Point, Available, все параметры оставляю по умолчанию, ну и на этом все. И сейчас мы переключаемся на нашу Windows 10. Открывая Software Center, я вижу, что появилось два новых приложения на установку, это 7zip 920 и Microsoft Office 2016. Выбираю это приложение, я должен отправить запрос администратору. Нажимая кнопку Request и мы запрашиваем разрешение на установку этого приложения. Как мы видим, что наш запрос был успешно отправлен. Открывая Approval Request в нашей консоли, мы видим, от кого был запрос на установку, статус и дату. Мы видим какой-то комментарий, что пользователь написал, что ему нужно это приложение. Мы говорим Approve и видим, что статус поменялся на Approved. Открываем наше приложение в Software Center, видим историю переписки с нашим администратором, нажимаем кнопку Install и начинается установка нашего приложения. Итак, 7zip установлен. Как мы видим, недавно добавлен 7zip File Manager. Открываем, проверяем, что программа запускается. версия 9.20. И также хотел заметить, что у нас есть кнопка Uninstall, она активна, то есть мы ее можем нажать и можем удалить нашу программу. Почему она у нас есть? Почему она активна? Потому что из MSI файла вычиталась информация, которая нужна для удаления программы. У нас есть в Deployment Type команда строка для удаления нашего 7zip. если бы кнопка Uninstall была неактивна, это значит, что из файла не вычиталась эта программа для тихого удаления. Соответственно, это, наверное, был бы у нас exe-файл и в таких случаях как и для удаления, так и для установки программы нужно искать в интернете командную строку ключи правильные для правильной установки, для правильного удаления программы. Итак, давайте посмотрим, как работает Suprecedence. У меня есть 7zip 16 и я хочу заменить на всех компьютерах девятую версию шестнадцатой версией. Я открываю свойства более свежего приложения. На вкладке Suprecedence я добавляю наше устаревшее приложение 7zip 920. Я заменяю Deployment Type и я не выбираю кнопку Uninstall. Что будет происходить в этом случае? Если у нас тип деплоймента Available, то есть пользователь, который будет устанавливать версию 7zip 16.04 в процессе установки перезатрет, скажем так, то есть она будет установлена поверх версии 9.20. Если же у нас был бы тип деплоймента Required и мы бы назначили этот деплоймент на коллекцию с компьютерами либо же на пользователях, на коллекцию с пользователями, везде, где был бы найден 7zip 9.20, он автоматически переустановился бы на версию 16.04. Для того, чтобы это было наглядно, я оставлю как есть, у меня деплоймент type уже сформирован, у меня есть деплоймент, готовый на коллекцию с пользователями в состоянии Available, то есть, через Software Center я запущу установку 16.04. Итак, мы видим статус Installed, открываем 7zip, проверяем версию, и как мы видим у нас версия 16 была установлена поверх версии 9. Далее, история ревизии. История ревизии позволяет вам откатиться на предыдущую версию вашего деплоймента либо же вашего приложения, если вы сделали какие-то изменения в вашем приложении, и после этих изменений оно себя ведет не так, как вы ожидали, то есть, у вас устанавливается не в том виде приложения, как вы хотели, либо же какие-то у вас настройки не работают, либо же ваша командная строка для тех установки неправильно отрабатывает, либо же ваши requirements неправильно проверяются на компьютерах, и приложение не попадает на те компьютеры, где оно должно быть, и наоборот, и так далее, то есть, у вас есть история вообще всех изменений, которые касаются приложения, и вы в случае каких-то изменений, вы поняли, что вы ошиблись, и вы можете откатиться обратно. Опять же, я обращусь к приложению 7-Zip, которое я использую в качестве примера в течение всей моей демонстрации и для записи этого видеоурока. Я открываю историю ревизии, и я вижу, что у меня здесь было 5 изменений, я могу выбрать предыдущие, могу выбрать просмотр той версии, то есть, возможно, здесь какие-то изменялись параметры, но я могу сразу сказать, что изменялся deployment type, и в предыдущей версии deployment type ничего не было, то есть, я сначала создал это приложение, сохранил, оно было в том виде, в котором мы его сейчас видим, потом я добавил deployment types, и если, например, мои deployment types неправильно отрабатывают, или в данном случае неправильно проверяются requirements, я всегда могу откатиться на предыдущую версию, нажать кнопку restore, и вернуться, и для сравнения мы откроем текущую версию этого приложения, откроем deployment type, который у нас есть, и видим requirements, которые я показывал для своей демонстрации, то есть, у нас это приложение должно устанавливаться только на виртуальные компьютеры, только на компьютеры, где запущен DHCP сервис, и только на Windows 8.1 и 10x64, если я здесь где-то ошибся, я сделал, например, очень много настройок разнообразных, я не знаю, где я ошибся, на всякий случай просто можно откатиться обратно и начать процесс заново, то есть, можно выбрать эту ревизию, нажать кнопку restore, и потом пошагово снова начать продвигаться вперед, скажем так, шаг вперед и два назад. Что-то сделали, не отработало, вернулись обратно и начали трэблшутинг, начали изучать, почему новые изменения негативно там отразились на установке приложения. Если вы хотите вывести ваше приложение из эксплуатации, скажем так, постепенно, не просто удалив его, из консоли, у вас есть такая возможность как retire. То есть, retire вам позволяет заблокировать все новые deployments для этого приложения, вы не можете изменять это приложение, то есть, вы не можете его никак модифицировать. Те приложения, которые были установлены на компьютеры, через этот аппликейшн, они останутся, то есть, они не будут удалены с компьютера автоматически, и новые deployments для этого приложения недоступны. То есть, вы его просто выводите из эксплуатации и потом оно у вас само пропадает, грубо говоря, из консоли. Я не буду показывать демонстрацию, там, в принципе, у вас есть просто две кнопки, retire и rain state. Вы используете вторую кнопку rain state, когда вы хотите вернуть это приложение обратно в эксплуатацию, и вы решили, что вам оно до сих пор нужно в вашей инфраструктуре, и вы хотите его устанавливать. Далее, возможности экспорта и импорта. То есть, вы можете в пакет экспортировать ваше приложение, и вы можете использовать в двух случаях. Вы можете использовать это как backup, то есть, вы можете пакетировать ваше приложение, грубо говоря, складывать в какой-то файл, потом это все копировать, этот огромный файл на какой-то файл и сервер, и там они будут лежать до того момента, пока у вас что-то не сломается, и вы захотите просто все настройки, все source вернуть обратно в Configuration Manager. Либо же, если вы, например, тестируете работу какого-то приложения, вы сделали огромное количество настроек, и воспроизводить все эти настройки, все эти параметры, галочки, кнопочки, командные строки и так далее, будет очень долго, очень сложно. Вы просто можете запакетировать это приложение, то есть, экспортировать его в файл и передать из тестовой инфраструктуры вашу продуктивную инфраструктуру, распаковать это в вашем, скажем так, стабильном Configuration Manager и использовать это приложение для установки на пользователей либо на компьютерах, зная, что оно у вас правильно настроено, оно стабильно, нормально работает, потому что оно было там хорошо протестировано в вашей тестовой среде. Итак, мы выбираем те приложения, которые мы хотим экспортировать в файл, нажимаем кнопку Export, выбираем место для хранения этого файла. У нас есть две опции, это экспортировать все зависимости и сопроседенс и экспортировать весь контент, который относится к этому приложению и ко всем зависимостям. У нас происходит сканирование наших приложений, которые мы хотим экспортировать, какие параметры нам нужно экспортировать и так далее. Configuration Manager проверил наши зависимости, проверил все requirements, проверил наши два приложения и мы готовы экспортировать все настройки и мы получили на выходе файл на диске D. У нас есть zip-файл и папка с файлами. Здесь мы можем увидеть настройки, которые относятся к нашему приложениям к нашему приложению 7-zip 920 и 1604. Ряд настроек, категории, которые мы экспортировали и Global Conditions, это моя там виртуальная машина, GCP сервис и так далее. И у нас есть папка с сорсами. Здесь лежат те файлы, которые используются конкретно для установки нашего приложения. То есть нам нужны эти два файла для того, чтобы сделать импорт в новую инфраструктуру. Как это делается? Вы просто нажимаете на кнопку импорт аппликейшн через UNC путь указываете, где лежат эти файлы. Выбираете zip-файл, то есть файл архива. Конфигурация менеджера проверяет этот архив, вытаскивает из него новые категории, вытаскивает из него Global Conditions и так далее. И у вас какой есть вариант в моем случае, поскольку эти приложения у меня существуют, то мы можем только игнорировать уже существующие файлы и перезатереть их файлами из архива. Я это делать не буду. Если бы у нас этих файлов не было, вы просто нажимаете тогда Next Next и получаете новое приложение в вашей инфраструктуре. Начиная с версии 17.02 в качестве пререлиз фичи была представлена новая возможность, такая как Install Behavior. Это новая вкладка, которая вам позволяет описать файлы, которые должны быть закрыты перед установкой приложения. Когда это полезно? Когда вы хотите обновить приложение, установить другую версию приложения, но у пользователя открыта старая версия этого приложения. Раньше нужно было писать какие-то скрипты, либо же как-то информировать пользователя, что он должен вручную это закрыть. Сейчас вы можете это делать автоматически. То есть вы можете описать те файлы, которые должны быть закрыты вручную пользователем, если мы говорим про тип установки Available, либо же если мы говорим про Required, то эти файлы будут закрыты автоматически без участия пользователя и установка нового приложения начнется сама. Итак, я открываю свойства 7zip16 и открываю Deployment Type и на вкладке Install Behavior я могу указать те исполняемые файлы, которые должны быть закрыты. Еще раз повторюсь, если у нас будет работать пользователь, если будет установка на пользователя Available, то пользователь увидит сообщение, что открыты какие-то файлы, которые блокируют установку приложения. Если же это у нас будет установка Required, то открытые программы будут закрыты автоматически и установка приложения начнется сама в автоматическом режиме. Я описал эти файлы, то есть вы можете просто нажать кнопку Add, добавить имя исполняемого файла и добавить Display Name. У меня открыт 7zip 9.20 и при открытом 7zip 9.20 я хочу установить 7zip 16.04 я вижу Status Failed у меня появилось всплывающее окошко которое говорит, что 7zip 16.04 не может быть запущено, потому что у нас есть активное приложение 7zip File Manager и для того, чтобы у нас началась установка мне нужно закрыть 7zip File Manager и нажать Retry еще раз и у нас приложение успешно установилось. Далее Simulate Deployment Simulate Deployment это метод проверки всех ваших настроек, которые вы сделали для приложения. Это все ваши зависимости, методы определения, какие-то там требования и так далее. То есть без реальной установки этого приложения на компьютер вы можете посмотреть где это приложение вероятнее всего запустится и где оно не запустится. То есть если у вас компьютер в момент установки будет выключен, понятное дело Configuration Manager не сможет посмотреть в будущее и узнать, что на каком-то компьютере у вас там будет фейл. Либо же вы проверили, что у вас там все в порядке с параметрами, а потом пользователь забил диск какими-то своими файлами и у вас просто нет свободного места на диске. Configuration Manager тоже не сможет это проверить. То есть идет просто оценка всех ваших параметров и эта оценка параметров является частью реальной политики. То есть компьютер скачивает политику и он как бы считает, что ему нужно установить это приложением. И после того, как вы сделали Simulate Deployment, вы будете делать уже реальную установку, вы увидите предупреждающее сообщение, что реальная установка, то есть ваш Deployment не может быть назначен на ту же самую коллекцию, потому что на ней уже есть Simulate Deployment. Еще раз повторюсь, это нереальная установка, не будут скачиваться никакие файлы, не будет там проверяться кэш, не будет запускаться ничего и не будет ничего удаляться. То есть это не будет полный процесс установки и удаления приложения, для того, чтобы потом Configuration Manager вам отчитался, что на таких-то компьютерах в случае повторной реальной установки все будет в порядке, то есть это просто проверка ваших настроек. После того, как вы сделали Simulate Deployment на коллекцию, либо же реальную установку на коллекцию, компьютеры в случае Simulate Deployment проверили все параметры и отчитались, в случае с реальной установкой они установили приложение и отчитались Configuration Manager вы через Monitoring можете выбрать этот Deployment и увидеть статус по компьютерам, где и как отработало это приложение. Success означает, что приложение было установлено на компьютер и все в порядке. В случае Simulate Deployment это значит, что все параметры были успешно проверены, если будет реальная установка, то тогда оно вероятнее всего тоже установится без проблем на этот компьютер. In Progress означает, что сейчас установка этого приложения в процессе. Unknown означает, что у вас компьютер еще не знает о том, что ему там нужно что-то устанавливать. Requirements Not-Math очевидно, что ваш компьютер не проходит по заданным вами Global Conditions. Например, если вы сказали, что это будет Windows 10 для такого-то приложения, Windows Server 2016 читается, что Requirements Not-Math. И Error опять же вполне очевидно, это значит был фейл установки этого приложения на компьютере из-за какой-то проблемы. Итак, как сделать Simulate Deployment? Кнопки, собственно, рядом. Когда вы делаете Deploy приложение на коллекцию, у вас происходит реальная установка. Когда вы нажимаете Simulate Deployment, будет происходить оценка. Мы можем выбрать какое-то приложение, нажать Simulate Deployment, выбираете коллекцию с пользователями либо же с компьютерами, в данном случае для демонстрации не суть важна. И Action. Мы устанавливаем это приложение либо мы проверяем, как оно удалится с наших компьютеров. Я выбираю Install. Ну, в общем-то и все. В следующем цикле проверки политики компьютер скачает эту политику и вычитает, что ему нужно сделать Simulate Deployment для приложения Adobe Flash Player. Я захожу в Deployments. У нас есть список тех программ либо же тех операционных систем, либо же апдейты, которые мы устанавливаем. У нас есть коллекции, на которые они назначены. У нас есть Propose, то есть у нас либо же тип установки Available, либо же Required, либо же Simulate. У нас либо установка, либо удаление. Feature Type. Что мы устанавливаем? Это программа, это приложение, это Sequence, либо это Software Update. У нас количество единиц, которые отчитались, то есть Compliance процент, кто у нас отчитался, там 0%, там 100%, 66,7%. В данном случае, например, по Acrobat Reader у меня 10. И дата создания. И ниже вы видите сводную информацию Success, In Progress, Error и Requirements Not Met. В данном случае у меня Error 1. Здесь у меня, например, Requirements Not Met 1. Если говорить про Simulate Deployment, то по Acrobat Reader у меня есть некоторая информация. По двойному клику вы можете провалиться глубже и посмотреть информацию по этому Deployment. Deployment Status. У нас имя нашего Deployment Status, имя приложения, которое мы устанавливаем, коллекцию, на которую мы назначили. Мы видим у нас два устройства отчитались, где был запуск от имени пользователя System, категория Simulate Success, Deployment App, который запускался, и количество компьютеров, которые нам отчитались. In Progress, нет никакой информации, Error, нет никакой информации, Requirements Not Met, у нас отчитался один клиент. Отчитался наш сервер Configuration Manager, что он по этому требованию не подходит. Вполне очевидно, потому что на сервере операционной системы N2016 у нас в требованиях стоит, что у нас компьютер должен быть клиентский, то есть клиентская операционная система. и Unknown, 7 компьютеров, которые еще не знают, что им нужно проверить Simulate Deployment для приложения Adobe Acrobat Reader DC. И здесь вы видите их список. И завершая этот видеоурок разговором про логи, можно отметить три лога, которые есть на компьютере, которые будут полезны для трэблшутинга. В первую очередь это App Intent Evaluation Log, в которой записывается информация про текущее приложение, которое есть на компьютере, про требования, которые соответствуют либо не соответствуют про Deployment Type и так далее. App Discovery это информация про обнаруженное приложение на компьютере и App Enforce это лог, который содержит в себе информацию о том, как приложение устанавливалось либо же удалялось на клиенте. Все эти три лога находятся на клиенте в папке System Logs, как обычно. Ну и самое интересное из них это, наверное, App Enforce точка Log. Мы видим старт установки, мы запускаем Install X64, это название нашего Deployment называется 14. В данном случае запускаем наш PowerShell скрипт для тихой установки 7zip. Мы получаем на выходе Code 0, Exit Code 0. Мы сравниваем наш Exit Code с таблицей наших кодов и Code 0 в нашей таблице равен статусу Success. И мы можем считать, что у нас программа установилась без проблем. На этом я видеоурок посвященный установке приложения завершаю и я надеюсь, что он был вам полезен.